здравствуйте дорогие друзья это максим шевченко вы смотрите мой youtube канал и сегодня у меня в гостях антон красовский мы с антоном в ходе кампании заочно переругивались антон поэтому я прошу тебя перед теми извинения за грубые слова тем более часы всей страной мы пересесть стороной я прошу извинения если ну их раз чем-то вас обидел очень когда в это ни было за те годы перед пасхой тем более это достаточно важно на страстной седнице мне кажется поэтому давай перейдем дальше просто к делу смотри ну конечно все очень бурно обсуждали твое интервью на эхо москвы где-то высказывался о ельцинской эпохи о расстреле парламента напоминал о танках которые ехали мимо офиса эхо москвы и стреляли по твоим словам трассирующими очередями по окнам там я сейчас не говорю было не было и так далее но ну вот трассирующих очередей я не видел а танки стреляющие по парламенту из памяти вряд ли когда я просто видел то что я в этот момент натурально находился на новом арбате под козырьком кинотеатра октябрь и все эти танки ехали по мне и я помню как мы все просто легли на землю лицом вниз потому что они начали стрелять вот в этот самый момент когда еще не было в их поле зрения не белого дома вообще ничего не было никакой вооруженной толпы никаких тебе вот этих ампиловцев которые бесконечно показывали по телевизору тогда да были просто мирные граждане зеваки которые толпами пришли посмотреть как эти сказочные танки едут по москве вот они начали открыли огонь я честно говоря вот вот в этот момент я обалдел я не по собственно мой вопрос не о деталях нет это как раз важная деталь я бы я был очевидца то что я тоже там был в это время я вот танки видел стреляющие трассеров я не видел но пальбы было хоть отбавляй как говорится мой вопрос о том тебя спонтанно прорвало в этом эфире с плющевым или это ты готовился к тому нет меня сказать нечто шокирующее для тех кого мы называем либеральной общественностью ну во первых я никогда мне плевать абсолютно шокирует либеральную общественность или не либеральную общественность мне абсолютно плевать я действительно совершенно не готовился я просто все же случилось после того как саша начал говорить о того что вот мы а вот там типа такие люди как минаев и вот меня дико раздражает что он имел ввиду я уже не помню вот мы чистые хорошие и такие подонки да как сергей вот ты вступился за друга но я вступил безусловно за друга я считаю минаев своим другом но вопрос не в этом я вообще не люблю когда людей делят на чужих из и и своих меня вот это дико но все люди делятся антон в этом в этом мире на чужих и своих все люди так или иначе существует борьба за власть существует там не знаю либералы и силовики в россии красные белые я рад за этих людей и это должно остаться на их совести но мне в моей жизни не хотелось бы делить людей на чужих и своих поэтому когда при мне пытаются одни люди которых я считаю своими приятелями на других людей которых я считаю своими друзьями или приятелями выступать в жанре вот мы-то хорошие они-то говно меня тогда прорывает по любому то есть твой пассаж про ельцина был ситуативный это был ответ на плющевские некие такие он был ситуативный но это не меняет инвективы в адрес минаева да но это не меняет сути то есть по сути ты на самом деле считаешь ельцинскую эпоху страшная эпоха в истории россии сути я считаю ельцинскую эпоху верни так по сути это что я сказал так есть я считаю путинскую эпоху законным продолжением ельцинской эпохи я не считаю что между путинской эры ельцинская эра есть какая-то существенная разница а ельцинскую эру ты считаешь а ельцинскую эру шагом вперед или шагом назад по отношению от чего ну по отношению к тому что было до него от горбачева например да от советского какой-то я считаю что ну это же то это ставит странный вопрос потому что считаю ли я какие-то закономерные исторические процессы шагом вперед или назад деградация или это развитие я не знаю я не могу ответить на это честно ты считаешь эта эпоха негативная или скорее позиции не бывает никогда не плохо эпох негативных и позитивных ну как бывает всегда в любой эпохе есть что-то позитивное но назови что позитивно в ельцинской эпохи ну безусловно личные свободы и человеческие свободы которые появились так или иначе в ельцинской эпохи я считаю притим а то что это свобода стала зависеть степень свободы от наличия у тебя денег и доступа к власти денег именно деньги в советское время были мерилом только знаешь в мире цеховиков там каких-то вот подпольных миллионеров корейка таких да над этим смеялась да а вот в 90-е годы я не что у тебя есть деньги ты как говорится человек нет денег у тебя хоть есть свободы наличие денег чем-то плохим и я не считаю что общепринятое мерило качество жизни появившиеся в 90-е годы в россии это плохо я считаю что действительно в дни первичного накопления капитала которое было в россии в 90-е годы безусловно у людей сорвало крышу и безусловно в стране в которой не было никакого представления о деньгах и никакого представления о свободах деньги заменили свободы и за эти свободы ставили покупаться за деньги и я считаю что конечно ельцин в этом смысле сам по себе не виноват можно обвинять ельцина чубайса кого угодно есть проблема не в ельцине здесь проблема в нас с тобой потому что человек которого не было бабла вдруг получает сверху миллиард и естественно начинает себя чувствовать лучше чем чувак который жил с ним в чем смысл свободы тогда если есть экономическое социальное неравенство которое каким-то образом определяет степень той свобода которую тебе достижимо честно говоря не понял вопрос если ты богатый зачем если богат это у тебя одна свобода если ты беда ты можешь свою свободу хоть лопаты есть но зачем она тебе нужно я не знаю зачем нужно бедному человеку свободу но что-то никто от нее добровольно не отказывался в странах которых этот отказ мог бы быть совершен но да нет вот в эймерская республика которая была в принципе свободной демократически завершилась добровольным отказом немецкого народа в пользу тоталитарного народ не очень понимал что он отказывается в пользу тоталитарного режима до немц такой глупый народ я не думаю что немцы глупый народ и не думаю что русский глупый народ я вообще не считаю никакой народ глупым но я считаю что когда коллектив и коллективное бессознательное совершает некий выбор она основывается на каких на каких-то не очень интеллектуальных ты думаешь поэтому лучшие философы германии того времени мартин хайдегер эрнст юнгер и да и другие поддержали национал социализм я еще раз говорю значит национал социализм который поддерживается и тоталитаризм о котором ты говорю да то есть отказа от собственных свобод которые между прочим тогда вообще очень по-разному трактовались да и вообще тогда было довольно причудливое представление о свободах были шутки свободы для своих для чужих это были разные свободы и разные права да все-таки после войны произошли те представления о свободах которые сейчас у нас с вами есть но давай честно скажем все-таки это этот этот режим за который как единый уста немецкий народ тридцать третьем году проголосовал просчитал всего 12 лет и был полностью сметен и погрузил германию в чудовищное осознание немецкий народ безусловно большая часть обманутая будучи там не все зомбированное конечно но это было 12 лет и возвеличивания и 12 лет унижения с которым унижение мы перешли еще раз чтобы не углубляться в историю германии а то может ли народ делать сознательный выбор в пользу отказа от свобод отказа от свобод еще раз говорю в тридцать третьем году представление о свободах было немножко другое чем сейчас люди и люди и люди и люди отказывались не от своих свобод а от чужих свобод как ты понимаешь они отказывались от свобод евреев они отказывались от свобод цыгана не отказывались от свобод это других меньшинств они не отказывались от свобод великого немецкого народа наоборот в представлении немецкой нации в 33-м году или в 36-м году, или в 38-м и 39-м году, когда начался перекрой Европы, перекраивание Европы. У немецкого народа были другие представления о свободе, о своей личной свободе, как немецкой нации. Такая странная история. Нельзя сейчас так анализировать нашими представлениями. Чтобы не уходить сейчас в историю Германии, какие твои главные претензии к путинскому режиму и к Путину? Сейчас, в 2018-м году? Ну, ты говоришь, Путин продолжатель дела Ельцина. Если у тебя есть претензии к Ельцину, у тебя такие же претензии к Путину, как и к Ельцину. Мои главные, они не такие же. Еще раз говорю, к Ельцину у меня одни претензии, к Путину у меня другие претензии, к Дмитрию Андреевичу Медведеву третий, к Михаилу Сергеевичу Горбачеву четвертый. Я в каждом из этих людей вижу что-то хорошее. Я считаю, что ни один из этих людей не является кровавым преступником. Вот это что очень важно. То есть, я не требую никого судить, не требую никого высылать в Гаагу. Но у меня, конечно, есть претензии к Путину. Я считаю, что Путин человек, который вместо того, чтобы сформировать в России демократическую государственные институты, зачатки этих институтов уничтожил. Что ты имеешь под зачатками? Государственная дума есть, Совет Федерации, Верхняя Палата Парламента есть. Свободные СМИ независимые есть в России. Эхо Москвы. Ты хоть говорил, что это Газпром, но мы же понимаем, что Эхо Москвы в целом это свободная площадка. Или ДОЖ, например, свободная площадка. Но это не равновеликие площадки федеральным каналам. Это важно. Каждый человек, каждая политическая сила, признаваемая в стране, должна получать равный доступ к федеральному вещанию. И мы видим... Коммунисты и левые... Коммунисты, конечно. В BBC получают равный доступ? Слушайте, я не знаю ничего про BBC. Я не готов в Великобритании... Но ты говоришь, должна. У тебя есть какой-то эталон внутри тебя? Нет, у меня есть эталон. Я не готов обсуждать BBC, который получает равный доступ или не получает. Я считаю, что роль коммунистов, о которых ты говоришь, в Великобритании все-таки выполняет оппозиционная партия, та или другая. В зависимости от того, какая из партий будет... Ну, ты прав. Лейборисская сейчас, конечно. Но я все-таки говорю не о Великобритании, а о России. Я считаю, что и коммунисты, конечно, должны получать равный доступ к федеральному СМИ. И считать себя... И считать себя... Это очень важно. И считать себя реально равной силой. Вот это же проблема всех оппозиционных партий в России. Все оппозиционные партии или люди, находящиеся в этих оппозиционных партиях, не считают себя равной силой власти. А и в этом проблема устройства государственной машины в России. Я считаю, что задача Владимира Путина, который получил в 99-м году в управлении эту страну, заключалась в том, чтобы создать в России вот этот равновесовой способ передачи власти. Который он... задачу Путину сформулировал? Он сам должен был для себя ее судить. Должен был для кого? Для себя. То есть Путин должен был для себя управлять и формулировать задачи? Путин должен был, безусловно, для себя формулировать эти задачи, потому что Путин сам себя рапортует и сам перед собой отчитывается, как президент Российской Федерации по Конституции. Но, разумеется, Путин это должен был сделать для русского народа и для истории, в которой Путин так или иначе окажется. Он этого не сделал, потому что он посчитал, что его личная власть нужнее и ему, и народу. Ты встречался с Путиным? Я видел два раза больше. А с кем из высших представителей высшей политической элиты России ты встречался? А кто считается высшей политической элитой России? Ну, как ты сам думаешь? Ну, кого бы ты назвал высшей политической элитой? Ты знаешь, я, наверное, ни с кем не встречался. С Медведем ты встречался? Один на один. Не на один хотя бы, не знаю, в совокупности с другими журналистами. С Сурковым тоже никогда не встречался? С Володиным никогда не встречался. С Володиным, с Волошиным. С Волошиным встречался, но уже когда он был в абсолютно глубоком, в глубокое отставление. А почему тогда у тебя такая иллюзия существует? Ты никогда с ними не разговаривал? Что они хотят какую-то демократию? Или могли бы хотеть какую-то демократию? Секундочку. Так если бы они хотели эту демократию, у меня было бы не претензий. Ты же меня спросил, какие у тебя претензии к Путину? Я говорю, вот у меня такие претензии к Путину. Потому что я считаю, это мои... То есть у тебя претензии к Путину, что он Путин, собственно говоря. У меня претензии к Путину, безусловно, что он Путин, который в любом случае, если у тебя есть претензии к кому-то, это значит, что у тебя претензии к кому-то, потому что он это он. Но у тебя есть претензии к Тигру, что он питается мясом? Нет, у меня нет претензии к Тигру, что он питается мясом, потому что Тигр никогда не озвучивал своих, иных своих представлений о добре и зле. Владимир Путин, который... Он сказал, мы были слабыми, а слабых бьют, мы должны быть сильными. Он это сказал в речи после Беслана, в 2004 году, это была его политическая программа. Он озвучил Мюхенскую речь. Хорошо. Что он от тебя скрывал? В 2007 году, в 2004 году Путин все какие-то вещи говорил в 2000 году, да? Путин какие-то другие вещи продолжает артикулировать сейчас. И сейчас вот даже ты путинскими буквально словами говоришь о том, что у нас есть свобода слова. Нет, я не говорю, что Путин... Независимые сними... Я просто говорю, что мне кажется, что есть... Вот я часто выступаю на Эхо Москвы. Я с тобой не спорю, что Путин это Путин. Мне кажется, что это площадки, где можно ругать Путина сколько угодно. Безусловно, ты можешь вообще ругать Путина сколько угодно, даже в своем... Допустим, в Казахстане Назарбаеву ругать нельзя. Возможно, нет. А в России Путину можно просто поносить бранными словами. Более того, еще за деньги Газпром. Еще за деньги Газпром. Но, во-первых... Или за деньги Тимаковой, например. Я не знаю, есть ли у Тимаковой деньги. Ну, не знаю там, ну, в общем... За деньги Медведева, я не знаю, кто там дождю дал деньги. Я знаю, что Дмитрий Анатольевич точно звонил все время. Я помню, это был скандал. Он звонил или от его имени звонили. По-моему, даже он сам этим провайдером. Когда дождь запускался, что его бесплатно пускали. Я, во-первых, сомневаюсь, чтобы президент Российской Федерации звонил. Я тоже сомневался. Нам в этом говорили. Ну, не во что, они только не говорят. Я очень сомневаюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев лично звонил каким-то провайдерам. Я абсолютно убежден, что заслуга Дмитрия Медведева как президента в том, что телеканал «Дождь» тогда вошел в кабельную сетку Ростелекома есть. Она огромна. И я считаю, что телеканал «Дождь» должен быть по гроб жизни Дмитрия Анатольевича Медведева. За это обязан. Ну, это естественно. Я считаю, что это по-прежнему те же самые люди Натальи Синдеева и Александра Винокуров. А к Дмитрию Анатольевичу в этом смысле относился бы с какой-то отдельной нежностью. Потому что действительно, та слава, которая у них тогда была, это заслуга Дмитрия Медведева. И, наверное, Натальи Тимаковой. Но еще раз говорю. Все-таки я не знаю, как ты, но я разделяю человеческое существо с существом-животным. Поэтому про «Тигра» мне все понятно. А вот про Владимира Владимировича Путина мне не было все понятно. Мне и сейчас, честно говоря, про него непонятно. Я ведь сказал ключевую вещь. У «Тигра» нет представления о том, что жрать косулю важно для косулей. Ему плевать. Он не считает, что косулем это хорошо. Хотя, на самом деле, так и есть. А Путин декларировал всегда «Make Russia great again». Абсолютно. Я считаю, что... Сделаем Россию снова великой. Я же сказал, что Путин через какое-то время посчитал, что это лучше для него и для людей. И, как мы видим сейчас по выборам, наверное, люди тоже так считают. Либо они находятся в неком травматическом состоянии, когда они уже воспринимают Владимира Путина... А ты веришь в результате выборов? Как климатические обстоятельства. Ты был доверенным лицом Ксении Савченко. А ты доверенным лицом Павла Грудинина. Ты веришь в результате выборов? Я официально сказал, что я не верю, я эти выборы не признаю. В смысле? Верили я, что 76%... Но ты признал результаты выборов? Мне никто не спрашивал. Ну, я вот тебя спрашиваю. Ты признаешь результаты выборов? Я признаю результаты выборов. Я не признаю результаты выборов. Я поздравляю тебя. Но я признаю результаты выборов. А ты почему признаешь? Я признаю... Это так, потому что это жизненное обстоятельство. Я не могу их не признать, потому что от меня, еще раз повторяю, первое, от меня никто не требует этого признания. Я вам не Дональд Трамп. То есть, ты признаешь все, что угодно, потому что это жизненное обстоятельство. Если завтра какой-нибудь придурок с усиками выкидывает Зигу, появится на трибуне, ты тоже признаешь, скажешь, это жизненное обстоятельство, будем жить при фашизе, например, при нацизме. Если, как ты говоришь, придурок с Зигой и усиками получит 76% голосов граждан Российской Федерации, и ты меня спросишь, согласен ли я с тем, что 76% за него проголосовали, я скажу, да, согласен, потому что они действительно за него проголосовали. Согласен и примешь, это не одно и то же. Ты меня спросишь, не принимаю ли я, а признаю ли я. Я признаю, что 76% проголосовали за Путина. Считаю ли я, что эти выборы честные? Нет, не считаю, что эти выборы честные. Считаю ли я, что выбор этих 76% свободный? Нет, я не считаю, что выбор этих 76% свободный. Я еще раз говорю. Выборы не честные, выбор не свободный, но ты признаешься. Тогда что ты признаешь? Какие выборы? Я еще раз говорю, я признаю этот факт состоявшихся этих выборов и факт голосования этих 76% людей за Владимира Путина. Ты не признаешься? Ты считаешь, что 76% не проголосовали за Владимира Путина? Ты считаешь, что они за Павла Грудинина победили? Нет, я считаю, что их было гораздо меньше, явка была гораздо меньше, чем написали. Я так не считаю. Я считаю, что были карусели, я считаю, что эти 4-5 открепительных талонов, которые давали на руки купоны, они позволяли просто миллионы включить непосчитанных. Хорошо, сколько миллионов было брошено, по твоим ощущениям? Я считаю, что процентов 20 было брошено. Процентов 20 от всех? Да. Это значит, что 20% мы вынимаем? Нет, Путин победил, Путин набрал, но не 76%. Я считаю, что он где-то набрал 52, 53, может 55%. Это существенно для тебя сейчас? Конечно. Да, почему? Потому что я считаю, что показатель такой тоталитарной, практически, любви к Путину, страны, это введение в заблуждение и страны, и самих себя. Ведь проблема власти в том, что власть, которая организует политтехнологии, в какой-то момент начинает сама верить в результат этих политтехнологий и принимать за реальность то, за что она сама платила деньги каким-нибудь политтехнологам. Понимаете, там, Павловскому в свое время, там, или, там, не знаю, Волошину, или, там, допустим, Марату Гельману. Я понял, что ты имеешь в виду, но я считаю, в этом смысле, я считаю, немножко хуже, вот ты мне не дал договорить, но не проблема. Я считаю, что Путин вот этими фактически уже 20-ю годами всевластия, которые у него здесь есть, превратил себя из человека и из президента в климатическое обстоятельство. То есть, к нему относятся, как к неизбежности, условно говоря. Ну, кто относится? Да, вы говорите, вот мы с тобой вдвое, ты относишься, как к неизбежности? Ну, послушай. Подожди, Антон, вопрос, ты относишься, как к неизбежности? Сейчас, к Путину, да. В данное мгновение. В данное мгновение. Я не отношусь, значит, уже 50 на 50. Не 50 на 50, значит, уже из двух разговаривающих людей в одной комнате, один человек относится к Владимиру Путину, как к неизбежности. Один из тех людей, который не голосовал за Владимира Путина. Никто из нас не голосовал за Владимира Путина. жизни человека это только смерть и поэтому я не отношусь к путину как смерть путину как человеку и как политику неизбежность в жизни человека довольно много вещей когда я говорю неизбежность вот представь себе жителя мурманской области который живет в вечной мерзлоте и в зимней полярной ночи и вот кто-то к нему приезжает что зачем тебе это почему полярная ночь что это к это же в этом невозможно жить как это невозможно прекрасная полярная ночь у нас замечательно смотрите на наше северное сияние вы видели такое северное сияние когда-нибудь в сочи а у нас такое северное сияние каждый день вот это приблизительно то ощущение с которым русский народ сейчас относится к владимиру путину это ощущение на самом деле очень некомфортного но тем не менее неизбежного и неизбежной вынужденности гордиться этим да потому что тебя со всех сторон гордиться чем вот путиным ты говоришь как путинист ты путинист нет я не путинист я я не путинист я пытаюсь объяснить ситуацию в которой мы сейчас находимся я вообще никак не последнее время не политически твоя философия принятия 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 реальности политической любой когданности это христианская нет она очень консервативная антон я хоть я открою тебе тайность тебя читать либералом но сейчас ты проповедуешь просто азы консервативного победоносцев просто прослезился бы тебя услышать все что я тебе говорю я говорю не то что я считаю что не надо с этим ничего делать я тебе говорю о свое ощущение от вот этих 76 процентов почему я считаю что эти 76 процентов есть потому что это данность богом данная фактически ты это говорит нет я говорю что у 76 процентов возникло желание прийти проголосовать за путина потому что они голосовали за самый главный экспонат в своем краеведческом музее которым они гордятся экспонат хорошо скажи вот то есть за артефакт я такой более такой за свою гордость вот это они считают своей гордостью полярная ночь полярная ночь решила вопрос и сумела вынудить народ голосовать не за реальных людей а за символик не вынудить а убедить голосовать за символику я хорошо давай поговорим о либерала все-таки ты был доверенным лицом ксении собчак которая считалась скажем так молодым поколением либералов почему потому что она была не единственным либералом мы на выборах видели явлинского который либерал из естественно безусловно мы в мы видели бориса титова который либерал на вашем фоне безусловно максим он либерал а так вот конечно никакой не ремонт сторонник либеральной экономики а что титов кто знает о чем он там титул ну я взаимодействовал с деловой россии в принципе достаточно большая современная такая лоббистская организация которая реально где-то может иногда там в десяти случаях из ста защитить интересы малого среднего бизнеса в 90 не может конечно но вот допустим значит ксения у нас образ значит либералов ты был млада демократ млада либерал надо либерал ты в ее демократ ты в ее команде был почему я в ее команде был по нескольким причинам во-первых мы несколько лет подряд ксения анатольевны делали как мне казалось партнерский проект какой напомню это был наш наш регулярный рубрика рубрика в снове потом мы делали телевизионную передачу на канале пятница и когда мы заканчивали эту программу снимать началась вот эта вся история с выборами ну короче у вас давние дружеские у нас давние дружеские отношения это первое и как друг просто пришел она тебя позвала ты меня позвала я как друг отказался потом она меня позвала еще раз ты как друг собой я как друг согласился на тех условиях что я не буду руководить этой компании хотя у тебя была успешный опыт руководства штаба михаила прохорова ну как мы считаем что если мы это учеником конечно 8 процент я отказался действительно угладить руководить руководить компания кси анатольевны потому что я считал что ребят по компаниямной кс inequalities только сама а кто в итоге руководил компаний все лиirli так и не пользу coats нивожим малошенко не то что называли тебя нажали малошенко называли белковского три кандидата бы нет было много кто еще не ну таких были nedлять известных опытных людей, это Малашенко Красовцева. Да, там как-то сразу его дезуировали, еще в начале говорили, то ли он подверг сомнению. Значит смотрите, на самом деле Ксения Анатольевна Собчак человек, который свою жизнь руководит сам. Сама. Сама, ну человек, ну вот видишь ты феминист, ты бы с ней сдружился. Поэтому кто бы, какой бы, кто бы не считал, что он, так сказать, на что-то влиял в этом избирательном штабе, все равно все конечные решения принимала сама Ксения Анатольевна. И она эти, более того, она не просто их принимала огромное количество решений, она сама мотивировала. И в этом смысле она сама вела свою избирательную кампанию. Так бывает, это не надо вот как бы сомневаться, что это так. Это действительно так. Я поэтому отказался. Я поэтому, поэтому не было какого-то одного человека, который бы... То есть вы сказали, что у него не было технолога? Ну что значит технолога? Ну технолог это человек, который разбивает кампанию, то есть цель и задачи на итерации процессов. Я хочу сказать, что в контексте, в контексте была и социология, были какие-то технологии, ну вернее так ощущение, что они были. Было просто несколько мнений внутри избирательного штаба о том, что надо делать. Какие-то люди, это не Белковский, не Малошенко, скажу тебе сразу. Считали, что надо идти в более либеральный такой срез, вот Навальный. Более либеральный это что? Навальный, бесконечно брататься с ним, вот это вот. А давайте мы не будем Навального чморить, а давайте мы наоборот, Навальный нас чморит. То есть это не Малошенко и не Белковский совет? Это не Малошенко и не Белковский. А кто? Не я. Ну что, секрет что ли? Ну, известные люди или неизвестные? Ну, скажем так, я назвал уже эту фигуру. Понятно. Демьян, короче. Я никогда не был сторонником бесконечного братания с Алексеем Навальным. Я считаю, что это абсолютно лишняя, бесполезная, ненужная абсолютно избирателю история. Ну как, но это дало бы вам готовые штабы в регионах, потому что у Навального отработана эта схема. Это дало бы мощную медийную поддержку, это дало бы аккаунт Навальный Live с четырьмя миллионами просмотров. Во-первых, не существует никаких четырех миллионов просмотров в реальности. Да? А что существует? Существует бесконечное количество разнообразных накруток и наливов. Накрутки? Ты уверен, что Навальный накручивает? Я никого не обвиняю ни в чем. Я говорю, что все люди, так или иначе использующие СМИ, в смысле YouTube как СМИ, они так или иначе используют бесконечное количество разнообразных технологий для того, чтобы повысить... Дорогие зрители, ко мне это не относится. Вы можете быть уверены, что на моем канале накруток нет. Количество подписчиков соответствует реальному количеству тех, кто подписался. А сколько там подписчиков? 161 тысяча. Да. Нет, я не считаю, что... Во-первых, я был против ровно потому, что я всегда считал, что сам Навальный будет против. И как мы видели, Навальный был до последнего момента против и всегда был против. Остается противником Ксения Анатольевна Собчак, потому что он является единоличным вождем оппозиции. И никаких других кандидатов рядом с собой он не признает. А сама Собчак была за союз с Навальным или против? Вот черт ее знает. Я извиняюсь, значит черт знает. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, была она реально искренне за. У вас были планерки какие-то штабные? Нет, причем планерки. У нас были не планерки. Я провел с Ксением Анатольевной довольно много времени без всяких планерок. Ну конечно. Вы тем более близкие друзья там разговаривали. Я не знаю, действительно ли она считает, что ей надо блокироваться с Алексеем Навальным. Она декларировала публично, особенно в начале кампании, что она хочет с ним, что она вместе с ним его призывала. Это технология или это была искренняя позиция? Максим, я ровно тебе об этом и говорю. Я отвечаю на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, искренняя это ее позиция или неискренняя. Возможно, что искренняя, если она действительно это делала. Я могу сказать честно. Я искренне всегда был против. И конечное поведение Алексея Анатольевича, по-моему, доказалось, что я искренне был прав. Или из-за ее приход к нему в прямой эфир. Ну и в прямой эфир. И то, что ты не можешь с человеком, который не готов с тобой блокироваться никак. Тебе не надо с ним блокироваться. Надо просто игнорировать этот довольно малозначительный факт. А что это за история, что она к нему приехала с его слов накануне, где был он и его жена. И сказала мне, дали денег, дали бабла на кампанию. Ну дали бабла на кампанию. А кто дал? Откуда я знаю. Там спонсоры объявлены. Она приехала и сказала, но это правдивая история. Подожди. Зачем она к нему приехала с заявлением о том, что мне дали денег? Как это воспринимать, если не как призыв к консолидации? Нет, я еще раз говорю. Значит, ты отвечаешь сам на вопрос, который ты сам себе задаешь. Искренне ли были ее желания блокироваться с Навальным? Значит, да. Значит, искренне, если она к нему зачем-то поперлась или где-то она там с ним встречалась. Этот Навальный ее обвинил в том, что она приехала к нему и говорит, мне лично дали кучу денег, я не могу отказаться. Ну вот это я могу прямо честно сказать, что я точно знаю, что ей лично никто никаких денег не давал. А зачем тогда она это сказала? Она сказала не мне лично, а на компанию. То есть, я нашла денег на компанию. Леша, давай. Вот это имелось в виду. Да, конечно, я нашла этих денег. У меня есть на что провести избирательную компанию. Мы же знаем, что избирательная компания это не дешево. А у них до этого были дружеские отношения с Навальным? Я понятия не имею. Ну то есть, у них совершенно точно были какие-то отношения, наверное, с Алексеем Навальным. Потому что они там вместе стояли. А ты общался с Навальным? Никогда его не видел. Вернее, так видел один раз мельком. У меня есть даже книжка, подаренная мне Алексеем Навальным, написанная от его имени, с его автографом. То есть, ты считаешь, что союз не сложился из-за позиции Навального? Из-за Навального, конечно. Никакой союз ни с кем у Алексея Навального невозможен. Я вот в этом смысле повторю слова Двинса Сергеевича Пескова. Потому что Алексей Навальный чудовищный эгоцентричный человек. И это человек, который в своем эгоцентризме убивает все хорошее, что вокруг него может произрастать. Хорошо. И я тебе более того скажу. В этом смысле Собчак, который гораздо более эгоистичный человек, чем Навальный на самом деле. В чем это проявляет? Да во всем. Ну что значит во всем? Во всем, Макс. Во всем. В ее поведении, в ее жизни. Ну вот ты дослушай меня. Собчак на этот свой собственный эгоизм наступила действительно вот этим острым каблучком Манула Бланник. И пошла, и до конца была готова идти на эти сделки, договоренности и с Навальным, и с Нечаевым, и с Дмитрием Гудковым. Уж не знаю, зачем ей это было нужно и зачем это нужно Дмитрию Гудкову. Мы еще поговорим об этом. Но она действительно все время пыталась создать какой-то круг, из которого потом, может быть, можно было бы что-то сделать. Я уверен, что из этого круга ничего сделать нельзя. Вот так я отвечу на этот вопрос. А на твой взгляд, потому что либеральная… Потому что это вообще ни та повестка, которая нам нужна. Общественность… Что ты мишла? Вообще это не та повестка, которой нужна России. Вообще все вот это говно России не нужны. Даже какое говно? О чем ты говоришь? Вот вообще все вот это России не нужно. Ну что вот это. Вот вообще либеральный весь дискурс России не нужен. Либеральный дискурс не нужен России, с секунду, вот в нынешнем изводе, в котором он есть, он не нужен. То есть, Собчак не нужен в Россию? В нынешнем ВИДЕ нет, не нужна Россия Никто, и Алексей Навальный не нужен в России России нужен нормальный, здоровый западного извода социал-демократа Вот не либерал, я вообще не понимаю, что такое либерал, это очень такое нынешнее, в 2018 году, это очень странное такое смешение понятий каких-то представлений о формазонстве времен Александра Сергеевича Грибоедова, о младореформаторах Чубайси и Гайдере. Мы в общем не очень понимаем, что такое либерал. Но я считаю, что России нужен действительно серьезный, настоящий западного типа социал-демократический либерал. То есть ты сторонник скорее социального государства, а не либерального государства. То есть социал-демократия, главная позиция социал-демократии это социальное государство. Конечно, я сторонник социального государства. Тебе Германия нравится, наверное, да? Ну она мне тоже нравится, я честно, я считаю, что это самое социальное, самое демократическое государство на Земле. Я считаю, что я тоже не совсем правильно говорю, а тебе вот, наверное, нравится. Мне много чего нравится, и много чего не нравится. Ну, как устройство, я не немцов. Мне нравится действительно, как устроена сейчас государственная система в Федеративной Республике Германии. Мне нравится, что люди вынуждены считаться с запросом простого человека. Мне нравится, что на этом запросе строится вообще вся система государственного управления этой страны. И философия страны. Мне нравится, что парламент принимает решения, против которых выступает канцлер. Честно говоря, что она слишком стара для таких решений. Например, по поводу гей-браков, скажем. Мне нравится, что страна пускает эмигрантов. Мне нравится, что страна... А что тебе нравится в Германии и не нравится в России? Мне нравится. Нет, ты критиковал. Я никогда не критиковал. Ты выступал с кавказофобскими, исламофобскими позициями. Мы с тобой спорили на эту тему. Нет, мы с тобой много чего спорили на эту тему. Значит, это разные немножко вещи. Значит, если я говорю о том, что сейчас мусульманский мир является центром мирового терроризма, это не значит, что я говорю, что нельзя пускать в Россию эмигрантов. Это вообще просто параллельные вещи. Напрямую друг с другом никак не связаны. Наоборот, я всегда говорю, и честно говоря, почему я до конца проработал в компании Ксении Анатольевны, потому что у меня не было ни одной претензии к политической программе Ксении Анатольевны, за исключение, честно говоря, экономической, которую я не очень просто понимаю. Но мне, кстати, тоже очень понравилась поддержка Аюба Титеева. Конечно. Это чья инициатива была, кстати? Это, кстати, была инициатива Марина Литвиновича, которая работала в... Мы забыли Марину Литвиновичу, в политтехнологах. Да, вот это ее, так сказать, чистый кавказский блок. И да, конечно, это все Марина. И за это, мне кажется, Ксения должна быть ей предельно благодарна. Еще раз повторю, я был против поездки в Чечню по вопросам безопасности. Но просто потому, что я еще раз говорю, никто никого никогда не крошивал, не было никаких кремлевских заказов. Это все абсолютный миф, который распространялся. Давай о кремлевских заказах. Она же ездила к Путину перед компанией. Ну, она же это сама говорит. О чем она говорила с Путиным? Она тебе рассказывала? Она брала интервью у него, а потом она ему сказала, что она идет на выборы. Он ей сказал. Он ей сказал, ну идите, хотите, идите. У вас деньги-то есть? Она сказала, найду. Путин спросил, а Савчак, есть ли у вас деньги? На избирательную компанию, конечно. Миллионы людей-то восприняли бы как дать тебе деньги? Нет, ничего подобного. Наоборот. Более того, Максим, ты прекрасно знаешь, что это совсем не так. Это первый вопрос. Кстати, он меня тогда в свое время, в 2011 году, когда... Ну, знаешь, так выходишь со встречи с Путиным. Тебя спрашивают, подбегают разные там олигархи. О чем Путин тебя спросил? Вы знаете, он меня спросил, есть ли у меня деньги. Я тебе уверяю, что сразу олигархи побегут уже к тебе после этого. Ну, ты знаешь, Максим, значит, мы общаемся с разными олигархами, но я хочу, я уверен абсолютно, что в 2018 году, во-первых, а, эта фраза ни о чем не знает, не говорит, то есть она говорит ровно о том, что никакой у тебя нет политической поддержки от Путина. А, б, все так считают сейчас бабки, что просто так вот никто никому деньги не дает. То есть ты считаешь, что не было санкций, то есть... Нет, я не просто, я считаю, я знаю... Собчак это не путинский проект. Нет, Собчак это проект Собчак. А почему вот тогда программа Познера, такая раскрутка по будущим, вот ты критикуешь федеральные каналы, Ксения не вылезала из федеральных каналов. Абсолютно, был. Первый канал Прайм Тайм, программа Малахова Прайм Тайм, ее стартап в компании был просто вот круче, чем стартап любого члена Единой России. Это неправда, это неправда. Ну, как неправда. Вот мы ее видели в Праймовое время, часы она проводила на экране. Это не так. Ты можешь посмотреть медиа. Ну что не так, она у Познера была? Была и Титов был у Познера, и Явлинский был у Познера. А я не помню про Грудинина, я, честно говоря, за ним не наблюдал. До компании они были задолго. В начале компании была только Собчак. Это вопрос не в начале, у Познера она была уже посередине компании. Это вопрос медиапланирования. Чего медиапланирования? В данном случае нашего медиапланирования. То есть вы можете запланировать, могли запланировать программу Познера? К программу Познера запланировали все кандидаты. Но попало только Собчак. Почему попало только Собчак? У всех, просто это было в разное время. Ты не можешь одновременно посадить. Ксения Анатольевна там не был, по-моему. Когда он был? Он был у Познера? Я не знаю. Я, честно говоря, не следил за меня. Это надо вопросы к Саше Ющенко, значит, а не ко мне. Но, значит, еще раз говорю. И Титов был у Познера, и Явлинский был у Познера. Более того, Ксения Анатольевна оказалась позже Явлинского у Познера. И очень по этому поводу переживала. А Ксения Анатольевна оказалась раньше, чем нужно было у Соловьева. То есть ты считаешь, что это случайно, ее такое шествие, торжественное шествие по топовым прайм-эфирам? Ты же сам телевизионный человек. Ксюша просто яркий человек. И поэтому ее эфиры были заметны. Но ты сам веришь в то, что ты говоришь? Конечно. Потому что я еще раз говорю, ты сам не веришь. Ты возьми, посмотри, ты поймешь, что во всех программах, где была она, были и другие кандидаты. Просто ты не видел их присутствия там. Ровно в том же самом формате. Просто всем было насрать на то, что эти люди там были. С какого-то момента Грудинина перестали вообще давать его синхроны даже. Правильно. Рассказывали про его счета, про его земли. Даже ему слова не давали оправдаться. В то время как Собчак визия солировала на всех новостных каналах. Какое было ощущение, что она находится топ-фигура в повестке администрации президента. И поэтому мы сейчас можем поговорить про ощущения. Ведь и Грудинин... Ну, у меня такое ощущение. Я, естественно, не видел эти самые записки. Ведь и Грудинин, это тоже ощущение... Нет, ему просто не давали слова. Успех Грудинина, это ведь тоже ощущение людей в администрации президента, когда его начали мочить. То есть не было никаких откровенных цифр, что там Грудинин 30%. Ничего не было. Просто люди в какие-то социологические опросы, какие-то фокус-группы начали показывать, что... И такое же у них было ощущение, что Собчак начали надувать и раскручивать? Значит, еще раз говорю. Это все вопрос ощущений. То есть ты сейчас говоришь про Собчак и Грудинина. Ты на самом деле не говоришь о том, что там вообще было 8 кандидатов. Ты не говоришь о том, что там был Титов, Явлинский, о том, что там был Бабурин, Сурайкин, там 10 сталинских шагов. Ты вообще их не помнишь. А у них у всех были те же самые эфиры. Просто они никому были не интересны. Я говорю, потому что Собчак заметная личность. Правильно. Просто реально в стране на этих выборах, помимо Путина, который был просто и остался выбором России, было два заметных человека. Это Грудинин и Собчак, которых обсуждали, про которых говорили. И Жириновский, который пытался втиснуться в эту кампанию. Жириновский, который чисто профессионально пытался влезть. Да, Жириновский это же просто такая фигура. И успешно влез через скандалы. Все остальное это не важно. То есть реально обсуждали только двоих, Грудинин и Собчак. Действительно обсуждали их, поэтому мы с тобой сейчас это обсуждаем. Ничего в этом смысле не изменилось. Но говорю, с точки зрения медиаклиппинга, если ты посмотришь реальный медиаклиппинг, ты увидишь, что у Собчак было этих эфиров ровно столько же, сколько у Явлинского, ровно столько же, сколько у Титова, ровно в тех же самых форматах. Один на один, сорок минут, Скобеева, этот самый, как его зовут, муж ее, на втором канале, Соловьев там в третьей части программы, Познер там когда-то, а на первом канале, значит, так сказать... Короче, Собчак и всем остальным позволили провести демократическую хорошую кампанию. С доступом к телеканалам, с бюджетами. Только коммунистов, только левый блок, причем не Сурайкина, естественно, этого спойлера, а КПРФ мочили и уничтожали. Почему, кстати, по-твоему? Во-первых, коммунистическая партия является единственной реальной альтернативной партией. Оппозиционной. Конечно. Ты повторяешь слова Зюганова, дословно, которые он позавчера на пленуме сказал. Возможно, я их скажу просто более искренне, чем Геннадий Андреевич, но это действительно так, это объективное обстоятельство. КПРФ является единственной оппозиционной системной партией. Поэтому власть боится КПРФ. Поэтому власть учитывает этот фактор и считает, что КПРФ нельзя позволять расти. А у КПРФ, конечно, это то, с чего я начал, что если бы у страны появился действительно серьезный социал-демократический лидер, и КПРФ способна была бы переориентироваться со сталинской шизофренией в социал-демократический дискурс, то у КПРФ действительно были бы очень серьезные шансы. И, собственно говоря, казус Грудинина нам это показывает, что появляется чувак, новое лицо, не вот этот вот мымринский, значит, чувак. Давай будем вежливы. Он из мымринга же. Он из мымринга? Вот мымринский чувак. Я ничего такого сказал. Что же скажешь человек, там, московский чувачок, питерский. Ты, пожалуйста, повежливо. Скажешь мымринский, что-то такое. Человек из мымринга, мымринга, хорошее село, мымринга. Все же хотят в мымринга. Я там никогда не был, всю жизнь не читал в мымринга. А нормальный какой-то вот, какой-то новый, такой, где находится на филет. Такой вот Александр Панкратов, черный от политики, на которого вдруг начинают напрыгивать все бабы. И, конечно, люди видят эту огромную пропасть между Зюгановым и Павлом Николаевичем, и, честно говоря, между Путиным, и Павлом Николаевичем. И, в принципе, если бы это действительно были честные выборы, если бы это было не просто, как ты говоришь, вот избирательную кампанию позволили на федеральных каналах провести, а если бы действительно у народа было ощущение, что он может совершить выбор, я уверен, что у Грудинина были бы очень хорошие шансы. Это интересная и глубокая мысль. То есть у тебя ощущение, что просто у людей в ходе кампании не было вообще ощущение, что они участвуют в какой-то реальной процедуре политической. Это символически был некий акт. Конечно. Как говорится, просто сопричастность к некому. Да, это как автоматическое продление домовора. Фактическая мечта. Да, конечно. Когда Володин сказал, Путин это Россия. Путин это Россия, так и есть. То есть люди голосуют за Путина, голосовали за Россию, ты считаешь? А Путина? В их представлении. Да, конечно. А у людей, по-твоему, вот ты ездил же сейчас по стране тоже в ходе выборов. Ты же видел, как бедно живут люди, на грани нищеты. Да, но ты же понимаешь, что люди не связывают это с Путиным. Объясни с вами. Я тебе говорю, что Путин за эти 20 лет он научился, он вынес себя за пределы какого бы то ни было несимволического дискурса. То есть любой реальный дискурс, гниющие трубы, убийство на улицах, так сказать, голод в селах, паводок, отсутствие... Кемеровские пожары, Кемеровские жутки смерти. Так сказать, смерти на войнах и так далее. Это все с Путиным непосредственно не ассоциируется. И более того, что там ты ездил по стране? Мы проводили огромное количество фокус-групп. И все фокус-группы, и все опросы это показывали. Люди начинают текст с того, что нам очень нравится, как Россия выглядит на внешней арене. Это все Путин. А вот то, как у нас, да, это вот проблема, это Медведев, это правительство, это губернаторы, это какие-то там наши мелкие чиновники-воры, вот их надо всех расстрелять. Это люди все свое говно, которое их окружает, они пытаются канализировать в какие-то несимволические фигуры. которые для них являются частью их реальности. Путин вырван из этой реальности. Путин стал богом. Он стал, конечно, символом. И они голосовали в этом смысле за символом. Людям нужен живой бог. Ну, наверное. Вернее так, людям не нужен живой бог. Люди сделали Путин и эта система сделали так, что Путин превратился в живого бога. Нужен людям живой бог или не нужен людям живой бог? Это мы не знаем. Люди принимают это как факт. вот ты посадишь перед собой племя майя, приведешь чувака с ружьем и 20 лет он будет сидеть и отстреливать раз в год одного из тысяч этих людей из этого единственного ружья. Он будет восприниматься как бог? Ну, будет. Нужен им майя такой бог. Вспоминается строчке Бориса Слуцкого «Бог ехал в четырех автомобилях». Четыре автомобиля теперь по нынешним временам это среднего размера кортеж чиновники очень большого. Тулеева, который не может приехать к горящим детям в кинотеатре, потому что кортеж перекроет движение пожарных машин. Давай мы еще вернемся к кемеровской трагедии, как и к Волоколамской и вообще попробуем оценить тренды. Хотелось бы с либералами закончить. Мы поговорили то есть о прошлом либерализма и Ксения Сатчат безусловно вошла как значительная фигура. Я, допустим, с ней полемизирую. Не могу не признать, что, конечно, она яркая была в этой, очень яркая была. Некоторые поступки она четко совершенно закрепила за собой на политическом уровне дискурсивные важные вещи. В частности, правозащита. Митинг в поддержку Аюба Титиева все за ней как за политиком. Я не знаю, кстати, она... Пикет. Не важно, это не имеет значения. Нет, нет, я просто говорю. В сознании вот она, вот никто. Явлинский не вышел, Титов не вышел. Она вышла. Явлинский даже на суд ездил к Аюбу Титиева. Но это никто не знает. Она смогла это продать. Это проблема, значит, это проблема не дискурса, а это проблема масштаба фигуры самой Ксении Анатольевны. То есть она в медийном поле огромная. Дискурс связан еще и с возможностью продать его образ. Конечно, я вот ровно тебе об этом и говорю, что ты заметил ее пикет в Грозном одиночный, который длился две минуты, но не заметил то, что Григорий Алексеевич Явлинский ездил 3 часа на суде с этим Аюбин Титиевым тоже был в Грозном. Это говорит о том, что Григорий Алексеевич Явлинский сам никому не нужен. Он никому не нужен. Он не может больше доносить этот дискурс. Никому не нужна партия яблока. Никому не нужны все эти люди, которые... А Собчак нужна? А Собчак, конечно, нужна. Собчак, конечно, как медиатор, который способен донести смыслы, нужна, потому что она одна из важнейших любых до населения. Любых. От кого она эти смыслы должна доносить? Это не имеет значения. От себя, от тебя, от Путина, от Надежды Бабкиной, от того же самого Григория Алексеевича Явлинского. Это политика европейского типа. Ты описываешь политику, потому что человек доносит смыслы до населения. Я не знаю, кого я описываю, но, безусловно, задача Ксении Анатольевны, она сама ее сформулировала для себя, заключалась на этой избирательной кампании не в том, чтобы победить. победить, как мы понимаем, никто не мог, кроме Владимира Путина, а в том, чтобы какие-то смыслы донести. Но ее проценты, это же катастрофа. Но ее проценты, такая же катастрофа. Сколько там, 1,6? 1,56. 1,6, да. Ну, катастрофа для чего? Для либерального движения. Это самые низкие проценты главного либерального кандидата за всю историю. В совокупности Явлинский, Титов, Собчак, три либеральных кандидата получили 3 процента. Да. Ну, ты понимаешь, что у Павла Николаевича Грудинина тоже самые низкие проценты за всю историю. Ну, не 3 процента. 3 процента, это Прохоров твой на прошлых выборах 8, а ведь там, кроме Прохорова, еще были другие либералы. Но это не претензия к Ксении Анатольевне Собчак. Это не претензия низкие цифры КПРФ, это не претензия к Павлу Николаевичу Грудинину. Потом против КПРФ, извиняюсь, велась такая война, которая просто... Ты не способен, на самом деле, ты пытаешься сразу оправдаться. Потому что ты считаешь, что кто-то кого-то обвиняет. Хорошо, я принимаю. Не надо оправдываться. Ты считаешь, что это успешное выступление? Я вообще не говорю про успех и неуспех. Я считаю, что попытку донести смыслы до избирателей нельзя оценивать, до людей нельзя оценивать процентом, которые пришли на выборы, понимая, что на этих выборах победит совершенно другой человек. а это были именно задачи донесения смыслов или себя позиционирования как новой фигуры политической? Я думаю, что, конечно, у нее ее собственная задача заключалась в том, чтобы создать из себя новую политическую. И это успешно? Я не знаю. Ну вот у тебя ощущение? У меня ощущение, что она, безусловно, совершила движение в правильном направлении. Это был не фальстарт. И если Ксения Анатольевна будет способна достаточно долго идти по пути строительства самой себя как политической фигуры, жертвуя ради этим, ради этого, буквально всем, к чему она привыкла, это очень важно. Вот без этой жертвы ничего не получится. Ну вот смотри. Вот подожди. Тогда у нее действительно может что-то выйти. Если ты не способен пожертвовать рекламой икры, водки, ЦУМа, Мальдивов, корпоратосами, если ты не способен вести себя как должен вести себя, а по-настоящему национальный лидер, то тогда у тебя ничего не получится. Она была способна пожертвовать рекламой икры, водки? Это просто Навальный же не предъявил. Как мы видим, нет. Не была. Я по этому поводу и говорю. Я еще раз говорю, то есть я к ней обращаюсь сейчас через твою программу. Если ты хочешь действительно большого своего будущего, Будь аскетом. Перестань быть собой. Я тебя всю жизнь учил на этой избирательной кампании, что надо быть собой. Вот в каких-то моментах надо перестать быть собой. Надо стать совершенно другим человеком, человеком, которого ждут. Ты должна отречься от всего, к чему ты привыкла. Ты должна пожертвовать и подумать, готова ли ты пожертвовать тем, к чему ты привыкла на самом деле. Но надо понять, что это действительно совершенно другой путь. Это путь, по которому, может быть, ты не готова пройти. Но это только в этом смысле проблема твоих 1.56. 1.56. Это потому, что народ не поверил. Это народ не поверил. У меня тоже было ощущение, что эти изменения произошли. Потому что народ... Здесь можно ругаться матом? Ну, нежелательно. Я не знаю, как это слово по-русски правильно сказать. Народу так просто не соврешь. Понятно. Сказал же нормально. Народ все равно все это чувствует. Народ понимает, что это вранье остается. Ты не можешь в своей программе декларировать одно, а потом, когда заканчивается телевизионный эфир, говорить людям вокруг себя другое. Потому что вот это вранье считывается с телеэкрана. Это считывается в этом общении. Ты не можешь говорить людям про справедливость и про то, что главное, что тебя поразила, эта бедность, а потом выступать в рекламе платьев Ульяна Сергеенко. Так не работает политика. Политика работает совершенно по-другому. А политика работает только в том случае, если ты действительно готова всю свою жизнь принести на алтарь этих людей. И вот только тогда люди это почувствуют на самом деле. В этом смысле они так долго, искренне голосовали за Путина, прежде чем он превратился в этот символ, потому что Путин всегда давал это понять. Он всегда, по нему было всегда видно, что он прима интерпарас, первый среди равных вот среди всего этого народа. Не первый среди Тимченко, Ковальчука, Сечина и так далее, а он первый среди каждого жителя деревни Мымрин. И вот как только ты способна будешь это понять, как только ты способна будешь закрыть свой инстаграм, убрать оттуда рекламу водки и икры, как только ты способна будешь действительно по-человечески вести себя с людьми, которые тебя окружают, тогда у тебя действительно огромные шансы на то, чтобы превратиться в лидера. Но я действительно считаю, что весь, все будущее российской оппозиции это, конечно, социал-демократия. Это был монолог Антона Карасовского обращенный Ксении Собчак. Надеюсь, Ксения Собчак, да я уверен, 100% этот налог посмотрит. Но слушай, ты просто повторил дословно то, что Навальный ей в лицо бросил в ночь выборов. Проблема заключается в том, что и Навальный такой же. И в Навального не верит. Он что, рекламирует икру? Нет, он не рекламирует икру. Он не рекламирует икру. Платье, как ты говоришь, вот это же. Значит, Макс, когда я говорю пожертвовать, в первую очередь ты жертвуешь не тем, что ты зарабатываешь 450 тысяч рублей за рекламный пост или сколько-то там, а тем, что ты можешь и готов, и в первую очередь способен принести в жертву этому народу свои собственные амбиции. А вот этого Алексей Анатольевич не способен сделать. Он также не способен жертвовать. Антон, и при этом, при всем тогда назревает вопрос. Вот у этого катастрофически неправильного и психологический, с точки зрения цели полагания либерального движения есть будущее? Я же тебе сразу сказал нет. Я считаю, что не у одного... То есть мы имеем дело просто с трупами, которые ходят на политической сцене? Максим, мы вообще имеем дело с трупами. Это касается не только либерального движения, это касается и коммунистического движения, это касается и партии ЛДПР, это касается и тех людей, кто сидит в единой России. На дно дело это трупы, это политики прошлого, а на другое дело это когда ей является трупом и является политик будущего. Я еще раз говорю, у Ксении Собчак Ксения Собчак не политик будущего. Я только что произнес семиминутный монолог, в котором я говорю, что надо сделать... Мы были тронуты, мы прослезили все. Что надо сделать для того, чтобы стать политиком будущего? Если у человека получится это сделать, если у человека получиться... Она хочет этого? Откуда я знаю? Она готова отказаться? Да откуда же я знаю? Слушай, ну ты близкий друг. Сея Анатольевна. Ты с ней далеко летал в самолетах часами, разговаривал. Нет. Вы летали, наверное, там в Сибирь, на Дальний Восток 5-6 часов. На Дальний Восток летали. Там рядом вместе. 7-8 часов и 9 часов. Нет, это самое. На Дальний Восток не летали. И в Сибирь летали, безусловно. И проводили. Что, молчали, не разговаривали? Нет, разговаривали. Ты ее спрашивал, так, Ксения, вот скажи мне. Максим, я никогда, значит, мне 42 года, будет 43 через несколько месяцев. Я живу всю жизнь и общаюсь с огромным количеством людей. Я не способен определить, это мои огромные проблемы, мои бездарности. Я не способен определить, где человек искренний, а где человек неискренний. Почему ты ушел от сообщения? Когда он мне врет, потому что я считал, опять же, две причины. Потому что я считал, что, вернее так, я был не способен общаться на таком языке друг с другом. Это наш личный конфликт. В смысле, мата много было? Ну, причем здесь мата. А что, какой язык? Нет, ну, причем здесь мата. Повелительный? Ну, да, скажем так. То есть она по отношению к тебе ставила себе, я начальник, ты дурак. Слушай, бывает только несколько языков. По отношению ко всем. Мы все братья казаки и все равны. По отношению ко всем. Я начальник, ты дурак. Конечно. Это оскорбительно было. Ну, я уверен, что для тебя это было оскорбительно. Я знаю тебя много лет достаточно. Вопрос не в оскорблении. Вопрос в том, что ты сам декларируешь, как ты на самом деле себя ведешь. Но дело не в этом. Это первая была причина. А вторая причина, не тон, а поведение. Поведение. А вторая причина, я считал, что моя работа, кто-то должен был с собой пожертвовать для того, чтобы на последнюю неделю компании произошла бы такая стабилизация. Потому что все дестабилизировались. Нужно было, чтобы уже кто-то один управлял всем. Дестабилизировалась. Ну, вообще внутри. Между вами была такая... У вас возник такой дуализм управления, что ли? Ну, вообще было. Два центра, ты и Собчак. Было тяжело. Нет, почему я и Собчак еще раз говорю. Сама Собчак всем управлял. Ну, ты говоришь, стабилизировалась. Бесконечное количество смыслов действительно было. Был какой-то конфликт. Вы ругались, что ли? Все всегда ругались. Да? Да. Это было очень утомительно. Я не люблю, я не умею жить в ситуации бесконечной жизни. Ты не ощущаешь, что я совершил какое-то предательство? Нет. Потому что я никогда не был политическим сторонником Ксении Анатольевны Собчак. У нас изначально была такая договоренность, что я являюсь ее медиаконсультантом. То есть для тебя это был контракт профессиональный? Да, конечно. Да, конечно. Ну, вернее так, для меня это был контракт, и ровно на этих условиях я туда пошел. То, что эти условия потом с точки зрения нанимателей изменились, это вопросы к нанимателю, поэтому мы так и расстались. Но еще раз говорю, я по-прежнему остаюсь Ксении Анатольевне не чужим человеком, и я считаю, что у Ксении Анатольевны может быть большое будущее, если она научится, если она поймет, что вся жизнь создана из довольно сложно устроенного хаотического движения. То есть это не только вертикальные связи, но и горизонтальные связи. Какие-то вот такие связи. Ты описываешь человека, который не уважает людей. Это так? Ксения не уважает людей? Нет, Ксения не уважает людей, но не всех. Она уважает только так называемых успешных людей? Ну, я не знаю. Ну, нет, не совсем. А она тиран? Вот так вот в отношениях с персоналом, с сотрудниками офисными. Ведь я был у вас, когда мы снимали с ней интервью, я делал это огромный офис, там десятки людей у вас были, причем молодые ребята. Да. В чем это проявляется? Ну, во всем это проявляется, но, собственно говоря, мы уже об этом поговорили, я про это и ушел в конечную мутыль. Давай поговорим тогда о будущем. По крайней мере, о том будущем в балаганчике таком блоковском, которым является, во многом, российская политическая жизнь. Ее вот этот вот союз с Гудковым, этот вот последний день, когда они там вместе были на Соколе, по-моему, да, в этом, значит, центре, там и так далее, выступали. Это анонсирование совместной партии, намеки на борьбу за Москву, поддержку Гудкова, намеки на то, что сама Ксения пойдет в Питер, там, через год, по-моему, там. Ну, какие-то такие проскальзывали, не знаю, пробросы. Вот это что, по-твоему? Ну, так сказать, и для Димы, и для Ксении Анатольевны, это попытка найти себе применение в следующем, в следующей тьме без времени. На чем основан этот союз? На каких интересных союз? Владимир Владимирович Упчинский. Ты меня все время давишь авторитетом власти. Для меня эти люди не являются авторитетом. Для меня тоже, я просто, он уже все сказал, он все сказал. Он сказал и про Навального, и про других людей, и Явлинского. Потому что никто на самом деле не готов друг с другом блокироваться. Потому что, по одной простой причине, она на самом деле очень понятная. Зачем блокироваться? Ради чего блокироваться? У каждого есть свои спонсоры, у каждого есть своя деляночка, на которой получается. Мы что, реально, честно рассчитываем, что-то на кого-то где-то победить? Нет, не рассчитываем. Скажите, вот среди либералов есть люди, которые являются искренними сторонниками либеральных ценностей, готовы за них умереть, пойти на каторгу, биться, бороться. А среди коммунистов сейчас, среди КПРФ есть такие люди? Ну, я не член КПРФ, но я вот сторонник национал-большевистских левых ценностей. Искренне готов за них умереть. Национал-большевистских ценностей? Конечно. Готов умереть? Ну, да, в принципе, да. А когда ты говоришь про либеральные ценности, ты за какие? Ты же, в принципе, да. Так скажешь, дурак скажешь. Но, в принципе, я тоже хочу умереть. Я просто до конца, Антон, как и ты, не понимаю, что такое быть либералом. Потому что у нас, по-четски, либералы, это жадные люди, которые, как бы, владея несколькими языками и законив там ГИМО или Высшую школу экономики, потом просто включаются в пул грабителей народа и страны. А коммунисты не включаются в этот пул? Ну, коммунисты сейчас нет. Да, конечно, не включаются. А где они кого? Да везде, а кого либерал в Криво-Тамской сейчас у тебя обкрадывают? А? Либералы у тебя кого обкрадывают? Ну, в частности, вот смотри, допустим, ну, значит либерал. Вот именно, что значит либерал? Либерал. Вот, допустим, этот хозяин этого торгового развлекательного центра в Кемерово. Ну, он что либерал, что ли? Ну, конечно. Ну, какой либерал? Ну, вполне декларирует себя современного прогрессивного либерального бизнесмена. Ну, мне это не понятно. Живет в Австралии, там, бизнес-жет. А торговый центр строит без разрешения и оформляет как малый бизнес. То есть, уже обман, уже преступление. Без чего разрешение, если ему разрешила администрация города? А без чего, кто кого обманул, если его как малый бизнес... Если бы тебе разрешили совершить преступление, ты пошел бы на совершение преступления? Это внутренняя моральная, мне кажется, позиция должна быть. Значит, я, во-первых, не знаком с человеком, которым ты говоришь, как о либерале. Мы действительно с тобой не договорились, что такое либерализм. Я, более того, не считаю себя либералом. То есть, я не готов их обсуждать. Я считаю, что это вообще... Давай договоримся. Это важный момент. Это все очень разные люди. Значит, я считаю себя сторонником социал-демократического левого... Это ни о чем не говорит. Внутренне. Ты выступаешь за полную свободу или ты считаешь, что свобода может быть ограничена? Что такое свобода? Свобода внутренняя там... Нет, нет, я не понимаю, что такое свобода внутренняя, свобода внешняя. Хорошо, смотри, вот у свободы есть несколько изменений. Я считаю ли я, так сказать, права человека и свободы совести, слова... Да, фундаментальными ценностями. И так далее, фундаментальными ценностями. Да, считаю. Да, конечно, считаю. Потому что именно на этом, на свободах и правах каждого отдельного человека... Значит, ты либерал. Это либеральная позиция. Либеральная позиция, еще раз говорю, ну хорошо, значит, если это либеральная позиция, значит, тогда мы будем считать всех практически западных социал-демократов либералами. Конечно. Конечно, ну в этом смысле, да, конечно, я либерал. Но при этом я... Просто проблема в том, что то, что ты описываешь, вот чувак, который насрал на жизни десятков тысяч людей, которые каждый день ходили к нему, в этом Кемерово, и срет на жизнь еще сотен тысяч, потому что ему принадлежат такие же торговые центры по всей стране. А сам он живет в Австралии, потому что там ему больше нравится климат, там стоит его лодка, и нравится ему путешествовать по Тихому океану, а не по Средиземному морю. Не делает его либералом, а делает его просто, так сказать, капитало-феодалом, да, каким-то. А человеком, который живет просто на ренду скрипасной. Ты знал братьев Магомедов, Зеудина Магомедов? Нет, я никогда их не видел. Но я не уверен, что... Дворковича. Я его несколько раз видел, да. Вот они считаются такими либералами, как бы либеральный блок. Ну, опять же, они кем считаются либеральным блоком? Медведев считается либеральным блоком. Ну, вот кем считается Медведев, не Медведев? Медведев работает с Владимиром Путиным последние 20 лет его жизни, или там 25, и возглавлял его первые избирательные штабы, был президентом России, когда Владимир Путин был премьер-министром. Чем Дмитрий Анатольевич Медведев более либеральный, чем Владимир Иванович Путин, мне, например, не известно. Нет, а я, кстати, не упоминал Медведев. Да, но ты только что сказал Медведев. А я сказал, да? Ты упомянул Медведев, я поэтому... Я считаю, что Медведев символическая фигура, которая, конечно, лоялен Путину. Безусловно, я считаю, что и Дворкович лоялен Путину, и все они на самом деле лоялены себе, своей карьере, своему баблу и так далее. И если спросить у них, готовы ли они умереть за русский народ, я, честно говоря, не уверен, что... То есть, каждый из них скажет, да, конечно, но вряд ли это на самом деле так. А зачем Собчак? Ты летал с ним в Америку, кстати? Да. Зачем мы летали в Америку? Слушай, ну это сложно. И вот эти выступления, вот эти интервью СНН. А какие интервью, а что там такое было сказано? Ну, там было сказано две вещи, что Россия не несет ответственность за хатерскую атаку. Нет, так не было сказано. А как было сказано? Когда я задал ей эти вопросы, ей в прямом эфире, она спряталась за слезы. На мой взгляд, это было так не очень хорошо. Я не знаю, как она... Ну, я вот задал ей три вопроса в том эфире, на дебатах, я ей задал три вопроса. Два вопроса по Интервью СНН. Это, во-первых, был просто неправильный перевод того, что она сказала. Но все-таки тоже надо иметь в виду, что это не ее родной язык, и она не то, чтобы бриллиант. Она сказала, если это так... Если это так, то Россия должна быть наказана. Нет, ничего подобного. Она сказала, если это так, я очень сожалею. Это вполне нормальная демократическая, так сказать, такая дипломатическая фраза. Она сказала, что я не являюсь следователем, я не проводила расследование как журналист, но если у вас есть доказательства, и если это действительно так, и вы сможете это доказать, я очень сожалею. Вот все, что говорила Ксения Анатольевна. Здесь, естественно, вот это sorry for that было переведено как я прошу меня простить. Она не просила ее простить за это, но это не имеет никакого значения. Понятно, диаматические выражения. Второе, это ее была позиция, что Россия является виновником витка холодной войны. Я такого не помню, чтобы она такого говорила, она действительно бесконечно, в этом смысле она последовательный человек, она действительно все время говорила, что Россия, на России и на российской власти, в том числе на Владимире Путине, лежит огромная доля ответственности за то, что сейчас. А зачем вообще надо было в ходе выборов внутри России ехать с политической презентацией в Америку? Было впечатление, как поездка в ставку Великого Хана с презентацией на получение ярлыка. Никакой ярлык, к сожалению, там не получался или к счастью. Но, еще раз говорю, избирательная кампания Ксения Анатольевна Собчак не была направлена на то, чтобы стать президентом, как и избирательная кампания любого другого кандидата на этих выборах, кроме Владимира Путина. А просто в отличие от других кандидатов Ксения Анатольевна честно об этом говорила. Поэтому она поехала в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы выступить, предложить себя в качестве, как ей тогда казалось, в качестве посредника между Западным миром и Россией, в действительно серьезно сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Ну правда же в сложной? Ну правда в сложной. Мы никогда не находились в такой ситуации. И действительно на Западе такой сейчас ступор и такое вообще непонимание, что происходит в России, что они хотят и ищут какого-то другого мнения о том, что здесь происходит. Они действительно очень жадно за это цепляются. Им действительно интересно, есть ли какие-то альтернативные точки зрения. А они их не слышат. И эта точка зрения, которая была у Ксении, была им очень важна и интересна. И какие-то вещи, которые мы, вернее Ксения Анатольевна хотела донести, проще было до разных людей, в том числе и до России, было проще сделать через западные средства массовой информации. А какая разница, что ты там, тебе здесь не давали эфир, но ты поехала и весь эфир свой получила на CNN и на NBC. А это тут же и транслировалось сюда, в России. Поэтому в данной ситуации это странно к ней предъявлять эту претензию. Нет, я не претензий. Нет, я тебе объясняю. Спасибо, Антон, в любом случае, за то, что ты пришел. Я надеюсь, это будет наш не последний разговор. Это был такой, знаете ли, час практического либераловедения, на мой взгляд, и такой прикладной русоистике. Это была очень интересная беседа. Спасибо тебе большое и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok